всем привет это третье видео которое мы записываем с аленой о нашем взаимодействии вообще взаимодействие дизайнера и стресс строителя и это видео будет о том что вообще случается когда люди экономят на услугах на услугах строителя на услугах дизайнера на услугах спецмонтажной компании на услугах тех людей кто монтирует мебель из дорогих материалов и так далее как ты вообще относишься к тому как дизайнер то что работаешь не только со мной ты работаешь еще и с другими людьми да то есть как ты вообще видишь когда клиент экономит на услугах строителей на услугах мебельщиках на услугах спецмонтажа к чему это вообще приводит каким последствиям что получается явно то что сейчас не то что ты вот видишь а то что может увидеть еще и сам заказчик своими глазами то есть какой результат он недополучит так скажи наверное я начну вот именно с финала то что вот что ждет клиента он увидел условно визуализацию и он хочет ее увидеть живую хорошо сделано качественно и вот он например покупает дорогую мебель какую-нибудь сложную дорогие материалы финишные там напольную плитку так далее вот и когда бригада которая имеет меньшую квалификацию такое бывает есть не все имеют опыт работы в таком сегменте и они собрали как умеют и появляются какие-нибудь там либо заваленные стены либо появляются щели при монтаже мебели и по итогу клиент заплатив большие деньги за материалы и мебель получает очень такой сложно собранный интерьер которым будет снова же видеть все это время там 5-10 лет то есть вот этот момент я наблюдаю когда клиент экономит на стрейдер как правило что важно в хорошей стрейдерной бригаде это когда они идут к результату то есть для них важно сделать качественный результат не все бригады этим отвечать слушай вот мы вот тоже нанимаем отдельных людей да то есть иногда приходится да потому что иногда не хватает кадра кто-то болеет вот еще как-то и я считаю то что очень важно чтобы в команде людей кто реализует был человек который ответственный за конечный за конечный результат тот кто видит всю картинку в голове целиком и может ее до своего персонала донести потому что ведь когда опять же вот это мое мнение да я просто вижу это и сталкиваюсь к нам потому что очень часто поступают звонки о том что доделать ремонт а вот начали не справились ушли и так далее не справились по одной простой причине потому что у руководителя этих людей не было конечной картинки в голове возможно даже заказчик нанимал отдельных специалистов чтобы сэкономить да и он не мог ими просто грамотно управлять это жить управленческий управленческий навык управлять строителями до кого-то в свое время расставить в нужный момент чтобы кто-то какую-то работу сделал именно это то есть то с чем я сталкиваюсь бригада с хорошим программам то есть хорошим руководителем она как правило работает нормально то есть человек который вник в проект которым интересно как это будет в финале не просто отработать там метры свои да и уйти а как это будет финале он и задает наводящих много вопросов он там какие-то моменты еще дополнительно курирует то здесь работа идет слаженно слушая сегодня был эти линии этого мы слушая сегодня был на одном из наших объектов столовой и ребята зашивали фальш стенку гипсокартон в ванной где у нас будет скрытый смеси и я пришел утром у меня куча вопросов парень так там слушать там нас провода защиты системы от протечек воды а здесь подсветка а здесь у нас какие-то сервопривода а здесь подсветка зеркала а здесь розетка для этого а здесь у нас еще и это и это и это и в одной стене так посмотрел нас были 20 отверстий в кафельной стене чтобы что-то вывести не такие алексей а где чего а как пришли электрики прокинули провод точечку поставили пришли сантехники вывели потом еще одни вывели картончики зашивают а все равно привязки нужны там точно точно и до чтобы потом мне не пришлось объяснять это кафельщику еще раз а давай подвинем это давай подвинем это я сразу и ребята то давайте разметим точно чтобы кальчиком на ваше отверстие все на суде как надо это мелочь которая заняла у меня в принципе полчаса но если бы это они задали вопрос клиенту клиенту сказал бы смотрите проект в проекте вроде бы все ясно да не ясно в про в проекте нет таких вещей а где будет установлен допустим дренажный сифон для кондиционеров а как его сделать она же еще фарф стенка выводить билет ли допустим это наружу или внутри вы решили застиральный мощный дючочек для дренажного сифона в стене сделать мы его приобрели поставили уже система про течек воды тоже дизайнер это не технический специалист по сантех оборудованию да то есть он просто дает конкретную точке мужа как строители продумаем как-то вписать тот интерьер в ту мебель которая есть и вот мне кажется из-за этих связок как раз таки и зависит о том что сколько стоит услуга по крайней мере я вот потому что я оцениваю свой я оцениваю свой труд у меня работает прораб до который тоже с ребятами постоянно он комплектует материалами объект и так далее работают люди и стоимость услуга девочной компании по экономии я считаю это так себе история знаешь как вы я привожу пример клиентам сколько может стоить их и сколько должна услуга стоить агрута как вы считаете сколько долго зарабатывать строитель в месяц не таки говорит ну тысяч пятьдесят игр это очень тяжелый труд когда и спины болят ребята выгорают очень быстро постоянно в пыли грязи без без удобств у них сантехника унитаз то ли на кирпичах умываться как-то иногда материал поднять дождь идет еще что-то сколько 1080 примерно так давайте зафиксируем 8 70000 на 100 квадратных метрах среднем работает у вас одномоментно 2-4 специалиста в среднем три специалиста всегда на объекте есть услуга стоимость работы делает срок работать девочка в среднем идет шесть месяцев дальше то мебели все остальное вот три специалиста умножаем на 80 это 240 тысяч рублей в месяц только специалистам умножаем на полгода это получается полтора миллиона на 100 квадрат это уже 15 тысяч за квадрат это только минимум нужно отдать специалиста которые как у них которых еще необходимо курировать которым необходимо материалы подвести которым необходимо сделать вот это вот это вот это то есть с ними находиться каждый день услуга этого специалиста тоже стоит примерно те же самые деньги то есть соответственно мы еще прибавляем 502 миллиона вот вам 20000 рублей на квадрат это то что должны принять это только услуги специалистов не считая прибыли компании налогов снятия с вас проблем какие-то сону только это не укладывается для чего мы это все и пишем потому что да это не укладывается в голове могу если мы умножаем метра на года это правда как-то легче воспринимается вот потому что уровень качества который клиент выдает финале он конечно высокий чтобы все идеально подходило но слушай пример мы делали шесть лет назад квартиру на лесопарковой снг с видом прямо на юргу на лес на последнем этаже прям пит-хаус панорамными с панорамными окошками был и три месяца назад или 4 мы увидели эту продажу эту квартиру на продажу квартира с продажи была снята за три дня забрали быстро клиент даже описывал в объявлении о том что сделано такой-то компании таким-то такими-то руками все качественно и так далее и соответственно квартира ушла быстро то есть когда вы вкладываетесь квартиру это не факт но может быть инвестиционной привлекательностью того что человек который хочет квартиру с ремонтом который было все надежно хорошо куплено хорошая качественная мебель вы можете просто быстрее продать хотя и говорят то что стоимость ремонта не влияет до часть ремонта вы делаете для себя но часть ремонта все равно продаете дороже то же самое я приехал восемь лет назад на 2014 году делали ремонт одним заказчиком тут приехал к ним попить чай я обалдел как будто бы полгода назад ремонт реализовали у них ничего не отпало ничего не поехал но опять же свой ремонт любит надо любить надо чтобы ты за ним ухаживала ты как за машиной если за машину ухаживаешь он служит долго если вот у меня есть лентом которому сделали ремонт недавно я прихожу я у меня просто волосы дыбом ширка че черные снизу робот пылесос пытается углу сбиваете бампера один теме хотя бы прозрачный кин силиконовый я подкрашу по году ремонту это уже да это уже каждому эксплуатации здесь да ваша именно ответственность что вы это делаете качественно и не на 10 она более ну чтобы можно было и продать квартиру и следующие заходящие жильцы они делали заново ремонт не вали все послушаем мы сейчас прежде всего говорили им об экономии да я вот просто сталкиваюсь с тем что как бы мы не старались тоже да то есть как бы я не пытался все увидеть как бы не пытался видеть это все мой прораб все равно всех нюансов не уничтож и вот когда есть дизайн-проект дизайн-проект есть к чему я виду ты понимаешь ага здесь будет мебель здесь будет какой-то шкаф здесь будет еще какая-то вещь и ты уже с большей вероятностью именно к этому узлу к этому месту подойдешь с той долей ответственности которая должна быть чтобы эта мебель стала если ты не понимаешь что здесь будет шкаф ты можешь не досмотреть там кривизну какую-то стены как-то угол зашпаклевает неправильно когда приходит мебельчик говорит а здесь будет мебель ты такой упс ну да для этого дизайн-проект и опять и еще момент что для этого и нужен нужна бригада с хорошим вот о чем мы начали да что к чему приходим то есть вот клиент сэкономил прораба не надо сам там на ему людей отдельных каждый пришел свою работу выполнил вот так вот слушай кому-то же везет и кого-то украина в качестве ну за 15 лет я наблюдаю вот именно когда идет экономия я наблюдаю финиш что у нас бывало у нас бывало клиент спешил заехал отвалились со штукатуркой обои вот она экономия вот эти моменты с щелями этого именно когда клиент экономит то есть когда есть хорошая бригада ответственность слушай любая же так называешь так клиент не экономит клиент доверился а сделали какашку тут бывают ну как бы такие вещи конечно будет требовать имеет право требует тут извините вы берете большие деньги вы несите за это ответ это уже как бы тема другого разговора здесь вопрос где он экономит и на чем он экономит получается экономить на себе выходит так потому что если возвращаться к мебели то вот я сделал мебель скопировал итальянский диван я у меня стоит диван под итальянский так он и совсем из другого материала и всем другого качества слушай да я тут покупал ребенку диван да то есть который гостин у него гостиная комната мы ему отдали мы выбрали дорогой с хорошей тканью с хорошим основанием чтобы спали и так далее кто-то выбирает дешевый год я лучше буду каждый год менять а я лучше буду менять раз 7 10 лет но он у меня будет как на заслуги никто не знаю как это будет потом как правило и уже все выдохшиеся после ремонта как правило потом долго ничего вы как раз вот эти пять лет все равно будешь сидеть на этом подскажите как вам вообще формат подкаста нравится ли вам то что могут ведем диалог соленые мы можем разговаривать на разные темы около ремонта поднимать темы экономии темы комплектации объектов мы можем вас знакомить с какими-то новинками так далее если вам это интересно если вам это зашло пожалуйста отреагируйте не знаю каких социальных сетях будет это видео или поставьте лайк или подпишитесь или напишите лучше в комментариях зашло хочу еще видео и мы обязательно и для вас не я пока вспомнил я решил это сказать